Привет, дорогие мои! Меня зовут Алина Лайден. Добро пожаловать на мой YouTube. В этом видео я расскажу, как ужасно мне работалось в офисе китайской фирмы в Китае, как вообще я попала на такую работу, если изначально я приехала работать преподавателем английского в тренинг-центрах и в детских садах. Начну по порядку. Я работала действительно в тренинг-центрах и в детских садах, но я довольно часто меняла работы, потому что либо мое руководство что-то не устраивало во мне, либо мне не нравилась работа, потому что на иностранных учителей возваливали слишком много каких-то требований, что не было прописано в контракте, и это не было моими обязанностями, либо какие-то трешовые ситуации случались. В общем, мне приходилось часто увольняться и искать новую работу. И в один из таких прекрасных моментов я пошла, решила попробовать себя в новом агентстве, пошла туда, и новая агентща предложила мне пойти на собеседование сразу же, буквально в тот же день, как я к ним пришла в китайскую фирму. Она сказала мне то, что они собираются открывать новый садик в том районе, в котором я хочу работать, где я жила на тот момент, и сейчас им требуется учитель до открытия сада, чтобы всё подготовить, чтобы принять участие в привлечении родителей, новых детишек туда, чтобы повысить клиентуру. И нужен был человек, который приступит к работе ещё до открытия самого садика. И я пришла на собеседование. Мною были безумно довольны, сказали, что шикарные английские. Я им очень понравилась, потому что я вся осветилась, у меня был энтузиазм, и я тогда уже идеально умела проходить собеседование. У меня были свои личные карточки, своя личная презентация, речь. Я говорила, в какие игры я играю с детьми разных возрастов, что я пытаюсь в них развить, какие песни мы поём, что мы делаем. То есть у меня чёткий план, я уже как профессионал всё им рассказала. Они сказали, у тебя такой шикарный английский, ты, видно, знаешь вообще, чем ты занимаешься, у тебя есть опыт, давай. И они мне сразу же предложили работу в своей фирме. Нюанс был только, наверное, зарплатой, потому что я договорилась с этой агеншой своей на 14 тысяч юаней, но я тогда не знала, что эта компания платит за меня 20 тысяч юаней. Это я потом уже узнала, когда вошла в тесный контакт с HR, с девочкой, которая нанимала персоналы, и она мне сказала, сколько компания платит иностранным учителям. И тогда я узнала, что эта агенша зарабатывает у меня каждый месяц по 6 тысяч юаней. Я была очень злая, но тогда я уже ничего не могла изменить. Но сейчас не об этом, а о самой работе. Изначально мы договаривались с ними на работу в офисе в течение месяца, но это все затянулось на 2,5 месяца. И чтобы вы понимали, этот офис находился достаточно далеко от моего дома, полтора часа в один конец, то есть 3 часа в день на транспорт у меня просто выпадало из жизни, плюс работы 8 часов, плюс час перерыва, это вот 9 часов. Итого 9 плюс 3, 12 часов в день у меня уходило на дорогу до работы и работу. Это очень сильно выматывало. В Китае очень важна пунктуальность. Когда я работала в садах, тоже у нас всегда были карточки специальные, на которых машина пораставляла время. Если ты опаздывал, тебе сразу давали штраф, никто не хотел опаздывать, все приходили вовремя. В офисе у нас все приходили, там была такая система по отпечатку пальца, но мой отпечаток не брали, потому что у меня была женщина-супервайзер, и она просто следила, когда я прихожу на работу, когда ухожу, давала мне задания. То есть меня в систему, в базу не вносили, потому что я была временным сотрудником. Но когда я приходила каждый день, я старалась прийти там за 15 минут, за 10, потому что расстояние довольно большое было, и я не хотела просто сломя голову бежать, если я вдруг опаздывала в связи с транспортом в Пекине. Утреннее время — это час пик, и не всегда ты можешь втиснуться в поезд на определенных станциях. То есть просчитать идеальное время своего пути невозможно. Да, метро ходит там каждые 2-3 минуты, но не факт, что ты в это метро втиснешься, и не факт, что на входе в само метро тебе не нужно будет ждать еще очередь, пока ты сможешь в него войти. Поэтому просчитать это невозможно, и я всегда приходила заранее, чтобы не опоздать, естественно. Из-за того, что там еще много пересадок было, я приезжала, и когда я приходила там за 15 минут, все уже, абсолютно все были в офисе. Они приходили за час до того, как приходила я, потому что у них был немножко другой график, все-таки они готовились к открытию очередного сада, и работали гораздо больше меня. Когда я приходила, все уже работали, когда я уходила, все еще работали. Еще на час или на два позже меня они все заканчивали, и они еще работали по выходным. В общем, там полный трэш. Я вообще удивилась, как работают китайцы, но я приходила пораньше тоже. Мне никто не говорил, приходи там гораздо раньше и уходи позже. Нет. Но все равно я чувствовала такое давление, что я работаю меньше остальных. Но потом меня так же припахали работать, иногда по субботам, иногда по воскресеньям. Слава богу, это было недалеко уже от моего дома, мне не нужно было ехать в офис, всего одна станция метро от меня, там, где строился будущий садик. Мне за это ничего не платили, в отличие от китайцев, я уверена, им все это платили, а у меня как бы, ну, как будто это все включено уже в мою, зарплаты на самом деле, такого не было. Но мне говорили, ну, ты что, это же всего лишь там пару часов, и это не каждую неделю, ты можешь там немножко поработать, ничего страшного. И я не могла никак отказаться абсолютно, и приходилось туда ездить. В чем заключалась работа по выходным? В каждом округе, в каждом районе в Китае есть специальный такой зал, который можно арендовать, как бы для публичных каких-то мероприятий. И моя компания, соответственно, она арендовывала этот зал, рядом с садиком он как раз в непосредственной близости находился, чтобы привлекать потенциальных будущих клиентов для детского сада. То есть они делали рекламную кампанию, и говорили, вот, пожалуйста, приходите, такого-то числа вас только-то в этот зал. И мы организовывали в этом зале настоящее шоу для детей, шоу-программу, там были танцоры и певцы, и я преподаватель английского со своей программой, там потанцевать, какие-то песенки попеть, с детишками в игры поиграть на английском. И после моего выступления мне нужно было, мне говорили, где какие районы есть, то есть там какой-то корнер есть с книжками, украшенный как фотозона, мне нужно было туда идти, детям читать на английском, мне там фотографировали специально для их проектов в моей фирме потом. То есть я детям книжки потом читала, там какой-то лепкой с детьми потом нужно было пойти заниматься, то есть там было много персонала с моего офиса, который всем этим занимался, и я как непосредственный участник, как иностранка, как будущий преподаватель должна была развлекать детей и показывать, насколько профессиональный у нас коллектив, и насколько круто будет детям в будущем садике, как они выучат английский, как им будет весело. И также они представляли всю программу, которая там будет, раздавали буклетики, рассказывали про садик, там были закуски, там были разные игры для детей, в общем, потрясающие мероприятия, конечно же, бесплатные. То есть там много людей приходило на халяву, конечно, с детишками поиграть, насладиться таким праздником, который мы постоянно там устраивали. И я там принимала участие, всем нравилось, как я это все провожу, все были в восторге. Я очень сильно от этого уставала, но не было выбора, как бы дополнительная работа получилась у меня, которую мне никто не оплачивал. Сама непосредственная работа в офисе заключалась в том, что я готовила будущую учебную программу для сада. Это был абсолютно необычный садик, там должны были быть параллельно с уроками английского и китайского в игровой форме, уроки art, science, cooking class, там что-то еще, что я не помню. В общем, много разных программ, то есть как в школе разные предметы, так и в садике. В разные дни должна была быть разная программа. И я по этим будущим урокам готовила презентации будущих уроков, которые я должна была и в будущем это все проводить. Но тогда, когда этот сад уже открылся, я уже уехала из Китая. Я максимум была, когда этот сад строился уже, я внутри смотрела, внутри этот сад был просто идеальный. Я никогда в жизни таких крутых садов не видела, я много где в Китае поработала. Просто внутри там все для детей, разные лазилки, разные приспособления, все это очень футуристично, красиво. То есть если бы я была маленьким ребенком, я бы просто писалась бы кипятком от счастья участь в таком садике. И если обычный частный сад в Китае стоит, ну, начинаются цены от полтора тысячи долларов, то такой садик, я не знаю, две, две с половиной тысячи долларов мог вполне стоить за месяц вот с такой программой, которую они там делали. То есть это очень гигантская корпорация, в которой я работала, очень влиятельная фирма. Они вообще недвижимостью по Китаю занимаются, но также, так как сейчас в Китае бум детского образования, я читала их буклет, они мне тоже дали, когда я только поступила на работу, то что, так как в Китае сейчас политика, что разрешено два ребенка, сейчас очень выгодно именно заниматься образовательными учреждениями. И компания из того, что они строили недвижимость, начала очень активно также строить детские сады и заниматься дошкольным образованием, потому что в Китае сейчас именно бум маленьких детей, и на этом очень классно делать деньги. Китайцев очень много богатых, и чем круче создавать эти сады, тем больше денег можно, соответственно, с этого поиметь в дальнейшем, потому что люди обеспечены много денег и хотят для своих детей все только самое лучшее. И тот сад был просто волшебным. И я готовила проекты по этим будущим урокам, и я человек, которому очень сложно дается работа за компьютером, монотонная работа, какая-то работа с текстовыми документами. Мне моя супервайзер, женщина, которая... Она китаянка, но она проработала очень много лет, она жила в Америке, и сейчас вернулась к родителям в Пекин. То есть у нее такой очень богатый опыт работы, она идеально говорила на английском, со мной мне все объясняла, как делать. Она была очень классная женщина, но тоже требовательная, но я очень многому от нее научилась, она очень опытная, и я благодарна этой работе за то, что такие люди со мной классные работали, и своим профессионализмом делились со мной, это было классно. Она мне объяснила, как делать презентации, то есть в каждой презентации я все делала на английском, я китайского тогда вообще не знала, соответственно, это не нужно было мне. Но проблема была только в том, что в офисе очень мало кто говорил по-английски, потому что это не было их обязанностью. Там разные дизайнеры, разные HR-люди, люди, которые делали рекламу с садиком, то есть английский они не должны были знать. И моей непосредственной обязанностью было создание вот этих вот учебных планов. В основном общалась только со своим супервайзером, с этой женщиной. Из-за языкового барьера я не могла вот так вот коммуницировать прям со всеми. И я в день создавала там по 5-7 планов, это прям обширные планы, по несколько страниц вордовых документов. Нужно было писать, например, там Science, брать какой-то эксперимент с интернета, находить который вот под определенный возраст детей очень подойдет, и писать, чему этот эксперимент нас научит, что там детки из этого поймут, как это разовьет там их моторику, там что-то вот сенсорное восприятие, что будет для них новым в этом эксперименте, что нам для этого эксперимента нужно, прикреплять фотографию, все материалы необходимые, сколько времени все это займет, как лучше это подготовить, что на выходе дети запомнят, поймут, насколько это будет интересно. Все это описывать специально. Там были у меня план, просто я каждый план копировала и писала уже своим текстом от себя, описывала вот все, что нам нужно будет. И также, например, art, что мы там сегодня мастерим, что нам для этого нужно, как это повлияет на развитие детей, какие-то новые материалы нужно было постоянно использовать, что-то оригинальное делать, и эти планы было очень сложно создавать, прям очень, потому что они должны были очень сильно отличаться все, программа должна была впечатлить родителей. Конечно, это я не сама придумала, я это все в интернете находила, но очень нужно было хорошо фильтровать, что подходит, что не подходит, и подробно самой про все это расписывать. То есть каждый день восьмичасовая умственная работа за компьютером, которая требует максимальной отдачи, максимальных усилий. Каждый день я отсылала моему супервайзеру, женщине, что я сегодня сделала, она смотрела, меня хвалила. Каждый раз я выкладывалась просто по полной, то есть восемь часов умственного напряжения, только час перерыва, это было дико сложно, но это не единственная сложность, которая была на этой работе. Также меня заставляли очень много всего учить. Про дошкольное образование. Так как я будущий учитель, и меня никогда так не тренировали, то есть изначально у меня нет образования обучать маленьких детей, то есть быть воспитателем, нет опыта изучения каких-то материалов на эту тему, но это абсолютно необходимо для тех, кто собирается стать родителями, или уже родитель, или для тех, кто собирается или уже преподает в дошкольных учреждениях, имеет дело с маленькими детьми. Безумно важно читать литературу на эти темы, знать вообще людей, которые об этом, обо всем пишут. Эрик Эриксон, Лев Выгодский, Джон Дьюи, Джин Пиджетт еще, я вспомнила. Это все люди, которые писали на научном языке, проводили эксперименты, писали, в каких областях следует развивать детей, описывали возраст, каждый возраст ребенка, например, в 3 года и в 4 года абсолютно разный ребенок. И обучать его, относиться к нему нужно абсолютно по-разному. И как мы, как преподаватели, можем это применить, и на что нам следует обращать внимание, и как нам расширить кругозор ребенка, как ему позволить выйти за свои границы, развить креативность, как повлиять на его формирование. Очень много деталей, сейчас вам говорю просто в двух словах, чтобы не затягивать это видео на огромное количество часов. Все-таки это не образовательно-представительское видео, а просто чем я занималась в китайском офисе. И эта женщина, моя супервайзер, она дала мне несколько книг вот про вот этих вот людей, которые описывали, писали свои научные работы про дошкольный возраст, про маленьких детей. Я должна была это все конспектировать. Мне говорили, вот пометь себе вот это, это должна точно знать. На чем, конечно, не всю книгу конспектировать, на что мне уделить, обратить внимание, чему уделить время. И я это конспектировала, учила, и на это уходило у меня несколько дней. И не просто работаю в офисе, я еще приходила домой, я это все учила, потому что мне говорят, ну ты еще домой, приди, повтори, все выучи, и потом я тебя буду проверять. И меня реально проверяли, как на экзамене это все. Мне дали какой-то потом, какой-то тест-пейпер, где я должна была ответить все, что я думаю, заполнить про разный возраст, про детей, про то, как мы должны наш learning environment создавать, что необходимо для детей. Там очень много пунктов. Я понимаю, насколько это важно, насколько это важно вообще, чтобы было в голове у каждого человека, кто хоть как-то связан с дошкольным образованием. Тогда я впервые столкнулась с этим настолько глубоко, и я благодарна этой работе, конечно, что это все на меня очень сильно повлияло. Когда я буду планировать своих собственных детей, я огромное количество материала еще выучу, чтобы точно разбираться в психике маленьких детей, в их поведении, в том, как лучше воздействовать, что лучше применять, как по максимуму развить ребенка, и в каком возрасте, на что он способен, и что можно с ним сделать. Это безумно важно все. И тогда я это учила. Я приходила домой с работы, безумно уставшая, и я продолжала учить. И бывали дни, когда я это все учила, и потом все это ей сдавала в устной и письменной форме. И она меня проверяла, насколько я это все выучила, насколько я знаю это все, насколько я готова работать с детьми. И я себя чувствовала там, что я не просто работаю, на компьютере создаю проекты, а как будто я в универе учусь, и у меня вот нужно, мне подготовиться, у меня такая задача подготовиться к экзамену, к зачету, и это все выучить, как вот две задачи в одном. Тогда я тоже очень сильно стрессовала, но я тоже благодарна, что я узнала об этом, обо всем. Еще по поводу трудностей работы хотела упомянуть иерархичность китайского общества, о которой вы, наверное, знаете. Суть в том, что младшим по возрасту, либо по званию, нельзя делать никакие замечания, нельзя открыто выражать свое несогласие с людьми старше по возрасту, по своей должности. Нельзя, просто ты никак не можешь ни на что повлиять, ты просто мелкая сошка, все. И к нам приходил в офис иногда такой прям главный босс нашего отдела, нашего офиса. Он не каждый день был, он иногда просто приходил на пару часов, он сидел в своем офисе и курил. Так как мы находились в небоскребе, я не помню, там какой-то 20 какой-то этаж, окна нельзя было открывать, они просто намерто закрыты, ну, чтобы, наверное, никто не покончил самоубийством, никто там случайно не выпал из окна, все-таки это не жилое здание, а здание под аренду офисных помещений. И мы не могли открыть окна, чтобы этот дым как-то выветрился. И никто не мог ему сказать, что, извините, вы можете там на улице покурить, куда-нибудь уйти. Он курил прямо в офисе. У нас были перегородки, у нас были отдельные комнаты, офис очень большой, там как главный коридор и разные помещения, но дым стоял везде, естественно, если один человек курит, а он курил даже, по-моему, папиросы, не просто сигареты, а прям. Это было ужасно. И у нас, конечно, в офисе в каждом помещении, в каждой комнате очистители воздуха стояли, и люди просто на максимум их нажимали, такой, сразу, чтобы воздух по максимуму втягивала всё это и очищала. Открывали в холл дверь, чтобы из офиса просто выходил дым. И просто я говорю, а почему нельзя ему сказать, чтобы он там где-то покурил в другом месте? Они так все улыбались, что, ну, нет, типа, терпи. И я тогда тоже уходила в холл куда-то, просто подышать, минут на 10 возвращалась. Потому что было невозможно, и это тотальное подчинение иерархии, невозможность сказать ничего, и тотальное неуважение просто сотрудников, с которыми ты работаешь, и которые должны вот тут вот за стенкой просто сидеть и вдыхать весь твой аромат сигар. Это ужасно, я с этим столкнулась в Китае, и думаю, боже, насколько должно быть просто насрать на людей, чтобы вот такое отношение иметь, когда люди не могут просто открыть окна, а кондиционер, который на потолке, он очень слабый, вытяжка слабая, она не втягивает ничего, и потом стоял этот ужасный запах. Это ненормальное отношение просто к людям. Подводя итог, хочу сказать, что по моим ощущениям китайцы в офисе действительно работают, работают, впрягаются, как роботы, сверхурочно часто работают. Это одна из причин, почему Китай настолько вовсе развита, экономическая страна, потому что люди работают изо всех сил. Другое дело то, что им за это очень хорошо, отлично платят, и на таких должностях, когда люди готовы перерабатывать, им платят столько, что это вполне достойный уровень жизни. Две тысячи долларов, три, четыре тысячи долларов, в зависимости от позиции, и людей устраивает такая жизнь, и это классно, что есть шанс нормально зарабатывать, если ты профессионал в Китае. Потому что возможностей для роста, для развития очень много. Но никто не халтурит, все всегда приходят вовремя, все работают, перерабатывают. Были люди в офисе, у которых у нас был обеденный перерыв час, которые быстро-быстро сразу кушали, когда начинался обед, потом брали подушечку или какую-то там свою курточку, и просто вот так вот спали на рабочем месте. То есть было время там полчаса, там за полчаса поел, полчаса у тебя есть поспать, и они спали. Вот так вот пытались остановить силы, потому что работа реально на износ. И я сейчас не удивлена китайскому экономическому чуду, смотря на то, как реально работают и трудятся люди. И работа в китайском офисе для меня была, ну, просто в десятки раз сложнее, чем просто работа в каком-нибудь китайском фенинг-центре или детском саду. Если вы работали в офисе за границей, обязательно пишите в комментариях о своих ощущениях, что вам категорически не понравилось, что понравилось, как вообще ваш опыт прошел. Спасибо за просмотр этого видео, если оно вам приглянулось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я также жду вас в своем инстаграме, ссылка всегда на мой инстаграм в описании. Всех люблю и до скорых встреч, пока!